добрый день меня зовут шуров василий александрович я врач психиатр нарколог психотерапевт главный врач клиники для вас мы ведем канал на ю тубе пишем статьи на яндекс дзене милости прошу подписываться задавать интересные темы также напоминаю про наш телеграм-канал который очень бурно развивается и рубрика интервью рубрику очень перспективно интересные каждую неделю ко мне кто-то приезжает либо доктора рассказывают о своей практике или люди перри пережившие какой-то необыкновенный опыт и успешно его преодолевшие делятся с нами вот спортсменка очень понравилось я также приглашаю спортсменов сегодня у меня кстати интересная тема связанная со спортом несколько людей попросили разобрать тот факт что спортсмены тоже очень часто злоупотребляют алкоголем или наркотиками это становится достоянием общественности ну насчет того что очень часто можно поспорить просто известные спортсмены это люди на виду и каждый скандал каждая утечка информации сразу попадает сми и создается впечатление что они много себе чего позволяют но тем не менее тема очень интересная сразу хочу сказать что непростая потому что когда мы анализируем известных спортсменов у которых возникли проблемы с алкоголем или с наркотиками мы еще должны учитывать большое количество спортсменов которые не выбились в топ по тем или иным причинам то же самое спились или стали наркоманами поэтому это достаточно большое поле да есть люди которые на вершине которые всегда заметны вот последний комментарий я давал по поводу нашего бойца и мамой боксера александра емельяненко что в принципе у него уже запущена алкоголизм запойная форма употребления что александру нужна серьезная помощь он как правило подлечивается слегка но не проходил не реабилитацию не работал с психотерапевтом вот он такой шкодник с ним чет случается это становится достоянием общественности или просто друзья его находят отправляют на лечение и соответственно он подлечивается и возвращается к своей деятельности плюс мы видим до изнасилование горничная в гостинице тюремный срок какие-то пьяные выходки последняя ну не последняя я видел интервью он давал допустим в голландии мы уже бармен отказал в алкоголе сон конечно не преувеличивает он его просто ударил разочек и дальше себе налил столько сколько он хочет и потом искренне удивлялся чё это он загремел в полицейский участок то есть с одной стороны такой уже достаточно асоциальное поведение мы видим а с другой стороны человек не прослеживает связь между его поведением его поступками то что его репутация страдает то что у него возникают проблемы с законом он в принципе продолжает такой образ жизни я также настоятельно призываю если кто-то на него имеет влияние например вот его старший брат с прекрасной репутацией или какие-то друзья чтобы они все-таки не подлечивали обеспечили ему серьезное лечение она не может быть уже неделя две или месяц это лечение длительное человека нужно замотивировать и добиться того чтобы он это лечение прошел дорогие друзья в современном мире здоровье человека определяется не только его физическим состоянием но и психологическим все наиболее востребованной становится профессия психолога люди постоянно обращаются прорабатывают свои внутренние проблемы я вижу как они меняются более того я очень плотно сотрудничаю с психологами у меня в штате очень много психологов и клинические психологи по зависимостям я знаю что это специальность очень востребована она позволяет разобраться и в своем внутреннем мире и активно помогать другим людям сегодня у каждого есть шанс получить психологическое образование и особенно стать востребованным специалистом для того чтобы начать свой путь психологии я рекомендую вам курс основы психологии в онлайн школе психодемия курс рассчитан на полгода слушателям не обязательно иметь психологическое образование вы все получите во время курса вы познакомитесь современной психологической наукой курс интересен тем кто мечтает стать психологом ищет новую профессию или хочет укрепить фундамент своего образования на курсе вы получите базовую психологическую грамотность будете понимать как работает и развивается наша психика познакомитесь с разными областями психологии клиническая психология эволюционная психология социальная психология развитие личности обретете навыки для профессионального и личностного развития важно что курс основан на проверенной информации никаких околонаучных мифов поэтому вы сформируете научно обоснованное представление о психике человека о ее развитии об исследованиях психики программа подойдет для всех для тех кто мечтал попробовать себя в психологии независимо от первичного образования и профессионального опыта обучение проводят преподаватели практики с опытом около 10-15 лет в среднем с научными достижениями престижными наградами в том числе золотой психией самая престижная награда для психологов россии у психадемии есть образовательная лицензия после обучения вы можете получить удостоверение о повышении квалификации если у вас есть высшее образование или сертификат о прохождении курса друзья если вы чувствуете что вам интересна психология вы хотели бы себя попробовать в этой области помогать людям овладеть этой важной и нужной профессии я рекомендую вам курс основы психологии психадемии проходите по ссылке под описанием записывайтесь и по промокоду шуров вы получите скидку 5 процентов сожалению многие люди находятся в плену стереотипа что вот профессиональный спорт никак не связан с психоактивными веществами но согласитесь что профессиональный спорт сейчас это зачастую соревнования даже не спортсменов и соревнования допингов кто придумает самую лучшую фармакологию вы видите теннисисток с мышечной массой которые больше чем у бодибилдера вы видите бегунов которые бегают быстрее гепарда то есть человеческий ресурс не подразумевает такие скорости сколько бы ты не тренировался более того этот отбор осуществляется с детства вспомните мое интервью с чемпионкой по подводному плаванию то есть это люди лишенные удовольствия люди у которых нет детства очень часто тренера сажают их на жесточайшую диету то есть сладкое запрещено тренировки по 5 по 6 часов это дети которые не ходят в нормальную школу это как правило спорт школы где упор делается на развитие физических характеристик мы знаем миллион историй насколько жестко ведут себя тренера то есть сплошь и рядом осуществляется психологическое давление постоянное моральное унижение оскорбление вспомните интервью вот с девушкой которая занималась плаванием когда тренер просто алюминиевым веслом позволял себе бить детей которые находятся в воде причем после интервью она мне призналась что она и десятой части не рассказала того насилия которое происходило на самом деле просто пожалела этого тренера и так в любом виде спорта что мы имеем ребенка у которого не было никакого удовольствия в жизни либо спорт школа лето это спорт лагеря когда их тоже вывозят подальше и я с очень многими общался вплоть до того что они там не доедают им еды не хватает они вынуждены делать набеги на окрестные сельскохозяйственные угодья ранние какие-то отношения естественно гормоны гуляют люди начинают самовыражаться ах мне курить нельзя значит я начну курить чуть ли не в 12 лет до вспоминается классический пример с львом яшином великий наш вратарь топ номер один в мире кто только не пытался сделать так чтобы он не курил очень много скандалов это вредит твоей карьере чак не остановился он умер в 60 лет от гангрены нижних конечностей которая развилась вследствие очень большого количества выкуренных сигарет вот классический пример дачок спортсмен величайшая слава родине но здесь он не управляем и классика жанра лев яшин другой великий советский футболист эдуард стрельцов не мне вам рассказывать про его пьяные загулы можете посмотреть даже художественный фильм сняли опять история с каким-то изнасилованием непонятным когда человек уехал в тюрьму на химпроизводство и после этого уже больше не восстановился если вы думаете что это такой уникальный случай нет просто повторюсь топ он на виду мы все видим нам интересна жизнь этих спортсменов если опять-таки вспомнить вот эту пловчиху которая много лет четвертое место 5 как назло как бы она ни старалась не может попасть в тройку ничего не может выиграть несмотря на эти титанические усилия в итоге тревожное расстройство депрессия до сейчас есть очень хорошая психиатрическая помощь а чем тогда эта история заканчивалась конечно люди начинали налегать на алкоголь тем более когда человек известный его везде приглашают это постоянно какие-то презентации рестораны та же самая история как с актерами когда каждый хочет выпить со знаменитостью посмотрите вот советские голубые огоньки до космонавт спортсмен актер и все они активно пьют я уж не знаю они там симулируют воду пьют в кадре чтобы это не было видно но тем не менее они достаточно талантливо имитируют употребление алкоголя и различное произнесение тостов если вы еще вспомните какие-то примеры великих спортсменов которые закончили жизнь тоже от несчастных случаев от передозировок совершили убийство и попали в тюрьму очень много историй правда это можно снять 10 фильмов поэтому что получается жесточайший отбор очень травматическое детство когда полностью доминирует тренер он выжимает из человека все ресурсы для того чтобы это был топ олимпийские чемпионы мировые как правило отсутствуют друзья отсутствуют какие-то другие увлечения потому что как реально отдает себя полностью дальше как только он достигает определенного уровня возникает серьезный интерес он начинает отправляться на мировые соревнования подключается допинги подключается спортивная фармакология она часто персонифицирована изучается гормональный уровень особенности организма почему персонифицировать чтобы максимально тяжело было обнаружить чтобы это выглядело как вот собственное там просто подравнивают те тот гормональный уровень который не хватает или какие-то ферменты для более лучшего функционирования организма но все равно это очень обширные группы это эритропоэтин который увеличивает количество эритроцитов кислородную емкость легких это различные гормоны в том числе анаболики различные разрешенные психостимуляторы которые стимулируют центральную нервную систему увеличивают скорость реакцию арсенал допингов максимально широк и фактически когда мы говорим об олимпийских чемпионах идет соревнование лабораторий нужно синтезировать этот допинг сделать его максимально индивидуальным для спортсмена плюс в идеале чтобы он легко выводился мы прекрасно знаем что люди и мочегонятся перед соревнованиями когда снижают вес и стараются максимально быстро вывести этот допинг поэтому уже смотрите да люди там откуда в спорте возможны психоактивные вещества давайте мы честно признаемся что он просто фактически строится на психоактивных веществах на травматическом детском опыте когда ребенок должен все время преодолевать его все время ломают двигают к золотым медалям да посмотрите все эти спортзалы там все чемпионы и кубки вот ты переступил тебе никто не позволит заниматься здоровым образом жизни какая-то спортивная гимнастика нет мы работаем на результат до 7 пота ты должен все положить на алтарь победы если ты не согласен выполнять назначение тренера скорее всего будет определенная степень насилия в твою сторону который будет возрастать а потом тренер тебя просто выгонит признают бесперспективным вот уже на этом этапе происходит очень много поломанных судеб когда люди начинают злоупотреблять алкоголем наркотиками заниматься социальной деятельностью потому что много времени потрачено результата нет тебя забраковали и в жизнь у меня достаточно таких пациентов которые приходят с зависимостями с тяжелыми депрессиями я вижу спортивное прошлое очень большие перспективы и чак не состоялся по какой-то причине вот он на пьедестал не попал какой-то вызвало надлом личности но даже если ты топ опять включаются механизмы много денег много искушений вечеринки ради чего ты этого добивался да слава пользовались ли вы какими-то допингами занимаясь спортом и с какой целью было ли это под контролем спортивного врача или это была полная самодеятельность которая вызвала серьезные проблемы со здоровьем причем нельзя сказать что это проблема последних лет все тоже самое было советском союзе допустим если взять киру иванову величайшая наша фигуристка одиночница которая выиграла все что можно впервые там была сложнейшая хореография постановка чуть ли не уровня балета восемьдесят восьмом году она ничего не выиграла на очередной олимпиаде человек впал в тяжелую депрессию начал злоупотреблять алкоголем в итоге очень сильно деградировал и в конце концов погибла в пьяной компании и просто убили собутыльники причем не то что это вот в советском союзе вот так допустим если взять вебеки с кофты root тоже известнейшая норвежская лыжница которая выиграла все что угодно начала злоупотреблять алкоголем и в результате на гидроцикле во время пьяных гонок так сильно врезалась берег что просто получила травмы несовместимые с жизнью опять если закончить с фигурным катанием да вспомните историю ирины лобачёвой которая начала налегать на алкоголь в семейных отношениях когда муж ей там начал изменять следующий ее партнер по ледниковому периоду марьянов который сам имел очень сложные отношения с алкоголем третье отношение у него тоже распались по причине того муж дал интервью что она злоупотребляет алкоголем и по последней информации лучше эта история не стала человек не соглашается на серьезное лечение да она отошла от спортивной деятельности но она не прекратила пить алкоголь если вы считаете что это только история фигурного катания или каких-то видов спорта связанных с зимним периодом не обязательно могу привести пример очень перспективного боксера из венесуэлы горячего парня эдвина волеро 27 боев все нокаутом 19 из них в первом раунде очень перспективный спортсмен но человек наркоман кокаин в результате полная неуправляемость избивал собственную мать родственников гонял на мотоцикле в состоянии наркотического опьянения дополнительно получил тяжелую травму головы вплоть до того что требовалось серьезная трепанация мы понимаем что сейчас боксер у него уже есть психоорганический синдром потому что было очень много сотрясений головного мозга собственно этот вид спорта основан на разрушение головного мозга соперника идеалом считается послать человека обеспечить человеку тяжелые сотрясения когда он длительно потеряет сознание и тогда все будут аплодировать бой закончился нокаутом все прекрасно перед нами очередной великий чемпион вот этот чемпион обеспечивал 27 глубоких нокаутов глубоких сотрясений мозга своим соперником чем все закончилось в один прекрасный день в валенсии в гостиницу он спустился вниз и сообщил персоналу что он перерезал горло своей молодой жене вот ему 28 лет жене 24 года двое детей девочка 8 лет и мальчик 5 лет папа убивает маму в состоянии наркотической интоксикации причем он так плохо соображал что он обзвонил всех родственников в том числе жены сообщил им что это было разбойное нападение и и убили естественно его арестовали как только кокаин отпустил он повесился в камере на собственных спортивных штанах вот такая история перспективного горячего боксера из венесуэлы футбол я не буду рассказывать про мама его как корище когда два футболиста в состоянии алкогольной интоксикации вот целый день искали приключений нападали на людей в конце концов ничего оригинальнее мне пришло в голову чем избить чиновника из администрации президента ну соответственно они поехали на определенное время подумать о том что они творят причем естественно когда мы эту историю видели показывали все как они там монте-карло гуляют море шампанского психоактивных веществ то есть люди вели не самый здоровый образ жизни который привел их в тюрьму большой привет александру емельяненко то есть самые частые расклады до вспомним того же майка тайсона изнасилование совершенно нелепая а в 2006 году он попадает за пьяное вождение почти как наш ефремов то есть крови обнаружен кокаин алкоголь марихуана другие психоактивные вещества ну вот ему дали четыре годика подумать о том как он себя неправильно ведет слава богу он никого не убил вопросы к моей думающей аудитории вы являлись ли профессиональным спортсменом или серьезно занимались если дальше не пошли в спорт достижений то что вас остановило что случилось первая ракетка мира андреа гаси выглядит большим оригиналом на фоне предыдущих историй он употреблял метамфетамин причем когда он попал в прицел и теперь комиссии который допускает к турнирам метамфетамин был в крови обнаружен он все стрелки перевел на своего помощника как будто вот тот хронический наркоман а ему он незаметно подсыпал в напитки для веселья таким образом вот он один раз отмазался но потом все равно эта история выплыла где теперь этот андре андреа гаси никто про него не вспоминает но тем не менее мы понимаем что человек под метамфетамином выигрывал какие-то турниры чего-то достигал будучи наркоманом та же самая история с диего марадонна очень уважаемый в аргентине человек прям топ все знают это имя попал под надзор полиции когда пытался всю команду подсадить на кокаин естественно сам уже достаточно длительный срок имел употребление кокаина ему пришлось это все признать покаяться он был дисквалифицирован проходил лечение вспомните как он после этого изменился как резко он набрал вес какой у него совершенно огромный живот и совсем недавно он погиб от коронавируса в достаточно молодом возрасте более того серьезный профессиональный спорт помимо допингов подразумевает очень сильный износ организма если проанализировать биографии профессиональных спортсменов среди них очень мало долгожителей да вот наши великие легкоатлеты братья знаменские один прожил меньше 40 лет другой чуть больше 40 лет это советский спорт где каких-то супер допингов не было но когда люди работали на результат тренировались день и ночь естественно сердце таких нагрузок не выдерживала я вот сейчас обращаюсь к родителям потому что очень часто я сталкиваюсь с тем что родители сами не реализовались и пытаются через ребенка через все эти достижения медали кубки а сейчас это еще и сопровождается достаточно серьезными заработками самоутвердиться в этой жизни прежде чем отдавать своего ребенка серьезный профессиональный спорт подумайте какова будет цена этого успеха какой отпечаток это будет накладывать на всю жизнь когда мамочка там гоняет постоянно соревнования лишние конфетки не съешь с теми не дружи иди на тренировку это будет потерянное детство часто дети не любят не тренера очень напряженные отношения с родителями которые все время доминировали заставляли тренироваться естественно потом человек становится на ноги начинает много зарабатывать и не факт что вы сохраните хорошие отношения со своим ребенком мы тоже знаем очень много историй когда крайне плохие отношения с родителями у чемпионов особенно если родители еще и брали на себя роль тренера очень жестко тренировали совершали вот это насилие над своим ребенком поэтому я призываю вас подумать за все придется платить вот профессиональный спорт это очень дорогое удовольствие это серьезный износ организма это спортивная фармакология это испытание славой причем очень кратковременная человек очень быстро становится неконкурентно способным его вытесняют молодые до единицы устроиться на тренерскую работу а вот дальше мы знаем истории как человек деградировал спивался впадал в депрессию поэтому я даже в качестве вопроса предлагаю моей думающей аудитории вот привести примеры мне еще сейчас вспоминается наш великий тяжелоатлет не вспомню фамилию алексей зовут кузбаски серьезный шахтер супер чемпион он вот на олимпиаде даже издевался над венграми он поднял очень большой вес и еще одну ногу специально подогнул он его удерживал на одной ноге чтобы показать насколько он их сильнее на голову и что в результате спился его зарезал собственный сын вот просто прочитайте эту биографию найдите напишите фамилию этого великого чемпиона и сын тоже вместе с ним спился и сел в тюрьму за это преступление тема интересная сейчас вот под по ходу раскрытия у меня возникло очень много интересных мыслей возможно мы снимем продолжение пишите приводить свои примеры когда мы видим великого человека с какими-то уникальными достижениями мы видим верхушку айсберга мы не видим сотни людей которые пытались попасть на этот пьедестал и что с ними стало от нереализованности мы не видим как этот человек был лишен детства он тренировался с утра до вечера семь дней в неделю в летних лагерях спортивных этот человек наверняка интеллектуально беднее других детей потому что он не мог столько учиться сколько учились другие дети неспортивным дисциплинам очень редко он реализовывается в каком-то хобби человек с дефицитом свободного времени человек у которого друзья в основном внутри команды потому что он живет этим спортом тренируется чак который подвергался психическому физическому насилию постоянному давлению со стороны тренеров давайте называть все своими именами десятки историй много поломанных судеб когда человек просто не выдерживал и по какой-то причине его физически выдавливали выдавая ему белый билет что он никуда дальше спортивные секции пройти не мог дальше человек попадает в руки врачей которые следуют его функциональные особенности подбирают под него необходимые допинги давайте тоже честно признаемся что уже давно чистого спорта у нас нет все в той или иной степени используют различные допинги различные методики направленные на повышение функциональности защит зачастую это очень сильно идет в ущерб здоровью таким образом рейтинг страны соревнуются у кого больше медали у кого больше чемпионов а здоровье этих чемпионов что с ними будет после очень короткой спортивной жизни да какие-то люди смогут устроиться на тренерскую работу ну как правило тоже эти места достаточно серьезно заняты и там редко освобождаются кто-то пойдет спортивные функционеры и чиновники остальные люди просто останутся у разбитого корыта будет у них медалей дома по сто штук как вот эта девушка с моего интервью рассказывал я килограммы медалей и полное непонимание куда дальше идти как жить как выживать как определяться в жизни очень многие не могут допустим родить пока идут соревнования им никто не дает а потом уже остаются без семьи без возможности завести ребенка без счастья материнства некоторые теряют здоровье на спортивной фармакологии посмотрите среднюю продолжительность жизни серьезных легкоатлетов когда он выиграл олимпиаду и уже через какое-то время умер как правило от остановки сердца потому что наиболее изнашивается сердечная мышца она самая уязвимая к таким сверх нагрузка поэтому профессиональный спорт это очень серьезно я сейчас обращаюсь не к самим спортсменам к родителям пожалуйста вы отдаете ребенка в секцию дальше тренер начинает обрабатывать надо расти надо развиваться если вы поддадитесь на эти посулы если у вас сработает ваше тщеславие вы захотите реализовываться через ребенка вам нарисуют супер золотое будущее последствия могут быть не совсем те на которые вы рассчитываете тему очень противоречивая потому что спорт у многих ассоциируется со здоровьем у меня спорт давно не ассоциируется со здоровьем здоровье это утренняя гимнастика легкий фитнес как только появляется супер азарт марафоны железный человек я всем докажу я должен стать первым изнурительные тренировки про здоровье пожалуйста забудьте вот у каждого вида спорта есть спортивной медицине глава там наверное на сто страниц какие суставы страдают как нарушается функция сердца легких там колено футболиста локоть теннисиста постоянно латеральные эпиконделиты у людей они ходят чуть ли не в гипсовых повязках им колют стероиды там в руку разные истории ну вот за все придется платить все будет иметь последствия для здоровья поэтому для меня профессиональный спорт это давно история не про здоровье я предлагаю со мной поспорить если есть какие-то профессиональные спортсмены пусть они напишут что у них здоровье стало идеальным или наоборот если возникли какие-то тяжелые профессиональные болезни тоже пожалуйста поделитесь ваш опыт очень важен и возможно он кого-то предостережет от тяжелых последствий если они захотят быть профессиональными спортсменами я знаю что очень часто многие родители в качестве аргумента пользуются тем что если человека не будет воспитывать спорт его воспитают улица к сожалению спорт не может защитить это всего да он будет занят но это будет заострение определенных черт характера кто-то станет более скрытным кто-то более авторитарным мы знаем сотни историй с домашним насилием когда вот эти спортсмены на адреналине десятки жен хоккеистов со сломанными носами про боксера вы послушали то есть люди с одной стороны они становятся более организованными но нельзя сказать что спорт улучшает человеческие качества то что подросток не станет употреблять те же самые психоактивные вещества вот я вам привел пример что даже великие спортсмены этим грешат не говоря уже о том что если ситуация не сложится если он не встанет на этот пьедестал не получит свою порцию славы в этот момент случается очень серьезный жизненный надлом потому что потрачено детство потрачено юности возникает вопрос где результат вот это самая опасная ситуация когда людей приходится вытаскивать из очень тяжелого употребления а вы понимаете что такой профессиональный спортсмен наркоман насколько тяжело воздействовать на этого человека с прокачанной силой воли или человек в депрессии который потерял смысл жизни вот я с ним общаюсь на консультацию он говорит я этим жил что вы мне можете предложить где реализация где эти медали где эти звания вот естественно сразу все двери закрывается и человеку очень тяжело вернуться в ту среду поэтому все очень индивидуально я считаю должен быть баланс если уже ребенок действительно супер перспективный ему самому нравится он готов на это потратить жизнь наверное имеет смысл а тратить здоровье своего ребенка на то чтобы страны соревновались своими спортивными рейтингами и через какое-то время он выходил в тираж с очень сложными заболеваниями с психологическим надрывом и с туманными перспективами это второй момент предлагаю все таки кому-то доехать на интервью серьезным спортсменам или людям к чья спортивная карьера прервалась очень было бы интересно поговорить особенно мне интересно если вы не согласны с моей точкой зрения считаете что спорт дал вам максимум что если бы не спорт вы никак бы в этой жизни не реализовались звоните мы вам обязательно поможем бесконечно любящий вас доктор шуров